Отчёт у глав предшествовало выступление руководителя региона Михаила Игнатьева. Он дал свою оценку работе тандема, поблагодарил за эффективность, но дал понять, расслабляться рано. Есть резервы, есть потенциал, который мы обязаны, эффективно используя до конца, создавать ещё благоприятную среду лучше для предпринимательского сообщества, для развития экономики, для того, чтобы уже по расходной части бюджета улучшать качество жизни горожан столицы города Чебоксара. Вот ключевая задача Ветна. Первым перед депутатами держал слово, как и положено, глава города Леонид Черкесов. Оно и понятно, глава одновременно и председатель Чебоксарского городского собрания. Для Леонида Черкесова 2012-й был значимым годом. Столица отвоевала право на проведение у себя командного чемпионата Европы по лёгкой атлетике в 2015 году и получила политическое добро на опразднование 550-летия Чебоксар на всероссийском уровне в 2019 году. Предстоит сделать многое, чтобы к назначенному времени город подтвердил статус самого благоустроенного в России. В частности, отремонтировать многоквартирные дома. В прошлом году освежили более 70, но в очереди свыше 500. А ещё ремонта просят свыше 900 тысяч квадратных метров дворовых территорий. Тема ЖКХ вписана красной строкой в выступление. Необходимо принять действенные меры по повышению качества предоставляемых населению жилищно-коммунальных услуг, информационную открытость деятельности управляющих компаний. Мы должны решительно требовать от управляющих компаний и ТСЖ качественной и прозрачной работы. Расселение ветхого и варийного жилья также является для нас одной из самых важных тем. Ветхий фонд не только портит общий вид города, но и несёт в себе угрозу для проживания в нём людей. И сегодня в городе таких домов порядка 300. В ближайшее время необходимо утвердить трёхлетнюю программу проселения граждан и добиться её реализации. Глава города прошёлся по всем значимым отраслям в жизни города. Культура, спорт, образование, демография. В городе в прошлом году родилось больше малышей. Соответственно, придётся успевать за этим бэби-бумом и обеспечивать всех детскими садами. 1 сентября этого года город должен закрыть очереди по детям от трёх до семи лет. А к началу осени 2015-го по малышам от полутора до трёх лет. В прошлом году введены в эксплуатацию три дошкольных учреждения. Из них один детский сад построен в микрорайоне Волжске-3. Второй – тракторостроители на 280 мест. И детский сад номер 16 в дебузатном микрорайоне. В 2013 году дополнительно мы планируем ввести два новых дошкольных учреждения. И два после реконструкции. Социальному блоку, как всегда, особое внимание. Неудивительно – почти 70% расходов на социально-культурную сферу. Чувствительный вопрос – зарплату бюджетников. В этом году её продолжат поднимать. В 2012 году средняя заработная плата воспитателей в городе составила чуть больше 10 тысяч рублей. Учителей – более 16 тысяч. Цель – довести до средней в экономике. Она пока опережает. По городу – 21 тысяча. Но нет пределов для совершенства. В Чебоксарах есть предприятия, где специалисты зарабатывают до 80 тысяч рублей. Выступление главы города дополнил сити-менеджер Алексей Ладыков. Для него 2012-й стал витком развития. Говорил, что старались учесть интересы всех. Но среди насущных проблем – как раз благоустройство Чебоксар. Оно осталось недофинансированием. И тут сразу пучок проблем, в том числе по частному сектору. Ежегодно на благоустройство частного сектора выделяются средства. В 2011 году – это 5,5 миллиардов рублей. Ой, миллионов рублей. В 2012 году – 11,7 миллионов рублей. В 2013 – 13,5. Этих средств явно недостаточно. Для приведения территории частного сектора в соответствии с современным требованиям необходимо средства в размере не менее 1 миллиарда рублей. Наш город растет и развивается. Количество автомобилей постоянно увеличивается. И в связи с этим назрел вопрос комплексного подхода к осуществлению транспортных перевозок. В связи с этим была принята муниципальная программа развития пассажирского транспорта на 2012-2020 год. Чтобы стать благоустроеннее, нужно увеличить доходы. Поступления в бюджет по прошлому году выросли. Но здесь еще есть резервы, которые город закладывает в программу действий. Износ инженерных сетей, застройка новых территорий, новый генплан и ремонт дорог. Всем этим город намерен заняться в ближайшие годы. Ольга Григорьева, Евгений Анисимов, Республика.